В нашем городе учители случай жестокого обращения с животными. Один из случаев ночью 12 июля с балкона дома 4А по улице Силкина скинули щенка хаски. Собака погибла. Хозяину удалось избежать наказания, не было свидетелей. К сожалению, часто в таких ситуациях живодерам удается уйти от наказания и отделаться штрафом. Мы решили узнать у соровчан, какого наказания, по их мнению, заслуживают те, кто издевается над домашними питомцами. Штраф. Это один штраф, другой штраф, третий штраф. Может быть, месяц уголовное что-нибудь. Сложно сказать. Ведь кто-то, наверное, обращается как бы не то что по незнанию закона и даже, может быть, и не желает причинить особого, так скажем, вреда. Но, тем не менее, допустим, кого-то выпустил на улицу. Это ведь тоже некрасиво. Сначала приласкать и обогреть, а потом отпустить, как сказать, животное, привыкшее уже к заботе и так далее. Ну, разные вещи. Тут сложно сказать. Это то же самое, что жестокое обращение с людьми. Я так считаю. Потому что, если сравнивать даже животных или людей, животные намного лучше, чем люди. Кошки как и собачки, и собачек можно и подольше сажать. Они как люди, такие же, как и мы. Собственно, у меня у самого целая куча животных. Две кошки, собачка. Сейчас еще мама четырех котят принесла. Мне очень больно смотреть на то, как их выбрасывают с высоких этажей. Еще один случай жестокого обращения произошел с 14-летним псом Жеком. Обычно собака много времени проводила на улице. А неравнодушные жильцы близлежащих домов подкармливали собаку и периодически залечивали раны. Однажды собака долго не выходила из дома, и обеспокоенные жильцы обратились в полицию. Оказалось, что собака сильно истощена. У нее на теле следы от ожогов и перебиты лапы. По факту жестокого обращения с животными против хозяев собаки возбудили уголовное дело. А волонтеры постарались сделать все возможное, чтобы собака поправилась и нашла новую любящую семью. С одной стороны, конечно, с животными так поступать нельзя. С другой, опять же, степень наказания, я считаю, должна соответствовать его тяжести. Правильно? Правильно. Вот как он с кошкой поступает, вот пусть с ним так же поступит. Ну, в идеале, да? Римское право, так сказать, в действии. Конечно, столько обращений с животными – это все очень плохо. Возможно, надо побольше кому-то чего-то давать, наказание. Это вообще недопустимо, это не по-человечески. Потом, я считаю, что животные, они абсолютно обладают разумом, поэтому, как будто бы вы ребенка скинули из балкона или что-то с ним сделали. Это недопустимо, это должно наказываться уголовным, просто законодательством. Как показал опрос, соровщане считают, что штраф – недостаточная мера наказания за жестокое обращение с животными. Большинство опрошенных считают, что те, кто издеваются над домашними любимцами, должны нести уголовную ответственность.